Мы учимся за поднятие души Раиса Бат Сигизмунд. Тема нашего занятия очень интересная. Мы сегодня попытаемся разобраться, кто такие ГОИ. Вот такой простой вопрос. ГОИ – это кто? Открываем нашу недельную главу и читаем. И сказал Господь Авраму, Иди с земли твоей и с родины твоей и из дома отца твоего на землю, которую укажу тебе и сделаю тебя великим народом. Так переводят на русский язык выражение ГОИ ГОДОЛЬ. ГОИ ГОДОЛЬ. То есть творец посылает Аврама в Эрц-Исраэль, тогда это было Эрц-Канаан, и обещает, что его потомство будет ГОИ ГОДОЛЬ. То есть потомки Аврама, Ицхака и Якова, то есть евреи. Это ГОИ ГОДОЛЬ. Большой, великий народ, скажем так. Великий народ. Дальше. Творец успокаивает Аврама и говорит ему так. Когда Аврам волнуется за своего сына, за своего первого сына Ишмаэля, Творец его успокаивает. И что он ему говорит? Что же до Ишмаэля я услышал тебя? И вот я благословил его, и плодовитым его сделаю, и умножу его чрезвычайно. И я дам ему стать народом великим. А на еврите ГОИ ГОДОЛЬ. Что получается? Евреи ГОИ ГОДОЛЬ, великий народ, то есть ГОИ. Потомки Ишмаэля ГОИ ГОДОЛЬ, то есть великий народ, то есть ГОИ. По-простому говоря. Что же получается? Кто же такие ГОИ? Читаем дальше. Когда Ривка была беременна, и что-то у нее там творилось в животе, она обратилась к Творцу, и Творец ее успокоил. Что он ей сказал? Ну вот здесь переводчик перевел слово Гой племя, а на иврите звучит так Два Гоя в твоем животе и два народа от тебя произойдут Так творец сказал Ривке У него родился Яков и Эсав Потомки Якова, это еврей И потомки Якова И потомки Эсава И потомки Ишмаэля Гой Так творец называет их Раша поясняет термин Два племени в чреве твоем То есть два Гоя в чреве твоем На иврите написано очень странно Написано не два Гоя, а два Я такое слово произнести не смогу Шней Геим Шней Геим, то есть два Двое важных Человека Произойдут от тебя То есть не написано Гоим Написано Геим И Раша поясняет этот нюанс Два племени Ну на русский слово Гоим переводится племя И два племени в чреве твоем Читаем Гоим, но написано Геим Исполненные достоинства Это Антонинус и Реби Со стола которых редис и латух не исчезали Ни в жаркое, ни в дождливое время года Раша цитирует нам Талмуд И без понимания того, что в Талмуде написано Нам не понять, не разобраться Что это означает Шней Гоим Два народа Итак, наши мудрецы поясняют Что в иврите есть четыре термина Которые переводят одинаково Племя, народ, нация Ам, Гой, Леом и Эда Вот четыре термина, которые встречаются в Торе Которые переводятся на русский язык как народ Для того, чтобы разобраться Хотя бы чем Гой отличается От трех других терминов Вернемся Вернемся к Торе Вернемся к тому, что мы только что зачитали К тому, что Раша поясняет Раша поясняет Что когда творец ответил Ривке Кто от нее произойдет Он намекнул на Реби и на Антонинус Или Антоний, римский император Реби, который был его современником Он руководил евреским народом И они жили в одно время Они знали друг друга И Антоний учился у Реби Маораль из Праги Который жил приблизительно 600 лет назад Поясняет нам Раши Точнее Талмуд Который Раша приводит Зачитаем Зачитаем его В данном контексте Не имеется в виду только Антоний и Реби Имеется в виду потомки Якова И потомки Эсава Но поскольку творец открывает эту тайну Ривке В тот момент, когда у нее в животе Были два, скажем так, одновременно Поэтому в качестве примера Приводится тоже ситуация Когда два великих Потомка Якова и Эсава Жили одновременно Маораль подчеркивает Что здесь упомянуты два народа А в качестве примера Приведены Антоний и Реби Потому что они Они жили в один период времени И вместе И были вместе, скажем так Чем эти два народа Потомки Якова И потомки Исава Отличаются от других народов Что они Мюхадим Бахашевут То есть они То есть уважают Определенные аспекты Какие? Какие аспекты? Умерамес Альклали Исраэль Ве Эдом Шиешлагем Иниян Мюхад То есть Эдом И Исраэль То есть потомки Якову потомки Эдома Есть у них Нефиш Хашув Важная душа Сейчас попытаемся разобраться То есть очень Тонко здесь И дальше И дальше Мораль объясняет Что это значит Нефиш Хашув Важная душа Что они Особенные В своей В своем важном отношении К определенным аспектам И он приводит пример Есть люди Которые кушают Как Бхима Как скотина То есть он Как бы Не относится К себе С определенным Уважением Потомки Якова И потомки Исава Они не такие Они Они с уважением Относятся Относятся К процессу еды Например Поэтому про них Сказано Что у того Что у другого Редис и латук Находился на столе В любое время года То есть Определенные Как сказать Отношения К процессу еды У них было И отличалось От других народов Дальше Сравнивает Мораль Потомков Якова И потомков Исава С потомками Ишмаэля Что потомки Исава До сегодняшнего дня Относятся К еде К Мерхатсаот Мерхатсаот Это бани То есть К одежде С определенным Уважением Для них это важно Потомки Исава А вот потомки Ишмаэля Лок Мой Ишмаэль Шеэйна Макпедим Аль Махалам То есть Они не С такой Строгостью Относятся К тому Что и как Они едят Что и как Они одевают Моются Они Или не Моются И поэтому В Торе Сказано Не Шнейгуим Не два народа А шнейгеим Два Важных Уважаемых То есть Те которые С уважением Относятся К себе Им важно Как они Одеваются Важно Как и что Они кушают Важно Моются Они Скажем Раз в неделю Или Два раза в неделю Вот такой аспект То есть Повторимся Да То есть Здесь очень Тонкий момент И это Тяжело Понять И Мораль Который Жил 600 лет Назад И Знал Ситуацию Которая Была Тогда Подчеркивает Что Вот Этот Аспект Отличает Отличается У Потомков Якова И Потомков Исава От Потомков Ишмаэля И еще Один нюанс Рэби Так Сообщает Нам Талмуд Сказал Что За всю жизнь Он не получил Удовольствия Даже на Мизинец То есть Для него Важно было Как он Одевается Для него Важно Важно Что И Как Он Кушает Для Него Важно Было Принимать Баню Или Ходить В баню Но Но Он Это Делал Не Для Удовольствия Он Делал Для Того Чтобы Быть Близким К Творцу То Что Отличает Потомков Якова От Потомков Исава То есть Да В этом Аспекте Не Похоже Но Потомки Исава Все Это Делают Для Получения Удовольствия Едят Одеваются Моются А Потомки Якова То есть Евреи Это Делают Не Для Удовольствия А Для Того Чтобы Служить Творцу Баля Турим Подчеркивает Что Три Слова Раби Иудовы Антонинус То есть Раби Иудовы Антонии Богематрия Шней Геим То есть Шней Гоим Не Гоим Написаны Геим То есть Гордые Великие Уважительные Уважающие С уважением К себе Относящиеся Сейчас попытаемся Сформулировать Чем же Слово Гой Отличается От Синонимов Например Леом Народ И то Переводится Как народ Это переводится Как народ Но Гой Имеет Аспект На иврите Если сказать На иврите Клопей Пним А Леом Клопей Хуц То есть Клопей Пним То есть Аспект Внутренний Клопей Хуц Аспект Внешний То есть Как бы Когда Упомянуто Слово Гой В отношении Какого-то Народа Имеется Ввиду Важность Важность Особенность Личностей Представителей Этого Народа А Когда Упоминается Слово Леом Имеется Ввиду Аспект По отношению К другим Народам Повторюсь Еще раз Первый Первый термин Употребляется В контексте Когда нам Важно Нам важно Когда В Торе Важно Подчеркнуть Представителей Конкретного Народа Что они Особенные А А Когда Употребляется Другое Слово Например Леом То О чем Говорит Мораль И то Что приводит Раши Имеется Ввиду Отношение Этого Народа К другим То есть Чем он Выделяется По отношению К другим Вот Два Аспекта Разница Двух терминов Гой И леом Который Употребляется В Торе Так как Мы его Сегодня Употребляем Это отдельная Тема Но важно Знать Корень Откуда Вообще Мы узнали Об этих Терминах Которые Мы употребляем Определенным Образом